Кто что имеет, какой запас подготовки. Именно это критерия, это не гарантия того, что это может быть в такую пользу. Ну да, все зависит от каждого спортсмена и от его подготовки. Поэтому разные ситуации бывают. Опыты, да, многолетним видим, что нельзя сказать, что если он высокий, он значит лучше. Или если он поменьше и слишком плотный или крепкий, как будто это не дает тоже гарантию. Кто как чувствует борьбу, кто уверен в себе. Ну вот мы видим, что у нас Ефимов Артур чуть ниже своего оппонента из Сибирского федерального округа. Вчера были схватки, когда разница в росте была очень велика. Вчера как раз таки был случай, когда спортсмен ниже ростом в упорной борьбе отчаянно шел вперед и добился все-таки успеха. Ну вот такие, да, один из очень ярких моментов наших двухдневных соревнований. Ну и сейчас с оценкой Чала ведет у нас Артур Ефимов. Он у нас в зеленом Яхтеке. Ну вот видим. Укрепляет он на свое преимущество. Оценка Ямбош. Половина победы. Еще одна оценка Чала. Очень активная борьба у нас идет. Но как мы видим, оценки зарабатывает только Артур Ефимов. Остается 35 секунд до завершения этой схватки. И мы уверены, что сейчас Баир из Сибирского федерального округа постарается воспользоваться оставшимся промежутком времени. И проведет он эти секунды в атаке. Вот мы видим попытка броска с колен. И да, конечно, этот бросок у нас оценен как холол. И красивая досрочная победа Артура Ефимова. Которая представляет нас команду Республики Саха-Якутия. Первый состав. Молодчинка Артур. И у нас Артур стремительно продолжает идти вперед. Продвигаться по турнирной сетке. И мы его уже, можно вам сказать, то, что увидим в финальной части. Работать мы сегодня будем, как и в первый соревновательный день. В утренней программе мы будем смотреть предварительные схватки. Ну и после перерыва приступим к полуфинальным и финальным встречам. Здорово, конечно. Прочувствовал этот момент Артур Ефимов. И мы видим, что он тут же воспользовался возможностью и провел еще один бросок. Очень красивая победа Артура. Очень бросковый стиль у парня. Подтверждение этому оценка Халол, Ямбош и парочка Чала. И сейчас у нас будет еще одна схватка весовой категории до 55 килограмм. И в синем Яхтеке у нас еще один представитель команды Якутии. Амир Абдекагомов из Республики Саха-Якутии. Против него Оев Феруджон. Напоминаем, что это весовая категория до 55 килограмм. А в предыдущей схватке Оев Феруджон оказался сильнее Розови Новбахорова из Таджикистана. И сейчас встречается с Амиром. Феруджон у нас представляет команду Дальневосточного федерального округа. Присматриваются к друг другу спортсмены. Идет у нас тактическая позиционная борьба за захват. Центральным арбитром этой встречи является Ким Эль Хон. Из Кореи. Более активно старается приблизиться и делать более активные движения синим. Сейчас мы должны увидеть, что будет наказан борец с зеленым предупреждением. Тамбек зеленым. За пассивность. Да и таким образом с оценкой Чала повел Амир. Занял Амир центральную часть соревновательной зоны. Очень динамично действуют спортсмены. Но пока у нас на сей момент нету бросковых действий, которые бы заработали какую-то оценку. Очень яростная борьба была за возможность совершить наилучший захват. Еще одна остановка. Зеленый не сделал себе вывода из первого предупреждения. И в таком же темпе отстаивал. Вот пассивность заново он проявил. И второе предупреждение уже половина победы. Да, вот не прощает кураж тех, кто пассивно себя ведет. И видим то, что вот отсынка Ямбош уже у Амира. И это у нас уже половина победы. Да, активизировался Ферруджонуев. И заработал Чала под этим действием. Команда «Кураж» прозвучала. И наша схватка продолжается. Остается 9 секунд. Ну и посмотрим, какая развязка будет. Отчаянно идет вперед ОЕФ. Ферруджон. И время. И таким образом, по предупреждениям у нас заработал оценку Ямбош. Амир Абдега Гаумов. И таким образом побеждает в этой схватке. И проходит следующую стадию. Поздравляем Амира. И тренерский штаб. И объявляет. Ибрагим, некоторым телезрителям, может быть, у кого-то появилась такая мысль, что победа по предупреждениям – это не победа. Мало в этом заслуги самого спортсмена. А вот в такой специфичной борьбе – это, конечно же, не незаслуженная победа. Это, конечно же, заслуга того спортсмена, что вынудил ошибаться. Ну да. Поставил такое положение тубиковое своим уверенным захватом или действием, то, что он чем пойти на борьбу, допустим, чем включиться, решил показать пассивность и уйти от борьбы. Он занял такую позицию, что дистанция, только отталкивающие, только… А если бы он напрямую пошел бы в тот момент, может быть, он упал бы даже на хололу. Правильно? Поэтому, избегая столкновения или борьбы, он выбрал себе предупреждающую только вот эту… Как говорится, не оценка это, но предупреждение он заработал тем, что спасся от чистой борьбы и не упал, допустим, в таком-то положении, себе такую позицию выбрал. А тот, значит, заставил его так же, значит, тот сильнее. Да, конечно, это было определенно, это был план на схватку Амира Абдегаумова. И добился, благодаря этому, Амир, успеха в этой схватке. А сейчас у нас рисовая категория, сущая 75 килограмм. В зеленом, вот на ваших телеэкранах, в зеленом Яхтеке, это у нас Накцагдорш, представляющий Монголию. Не против него Бакшеев Амгалан из команды Сибирского федерального округа. Да, мы посмотрели протокол. Тут перепутали заявочные списки. Накцагдорш у нас в синем, Яхтеке. Ну и, следовательно, Амгалан в зеленом. Да, очень рослые, физически мощные ребята у нас вышли. Весовая категория свыше 75 килограмм. Ну и скажите, Ибрагим, вот приступили мы к просмотру схваток в тяжелых весовых категориях. Вот какова специфика борьбы именно тяжелых ребят? Тяжелых весовых категорий, потому что дети еще до 16 лет, и у них уже такая масса. Ну, объявите победителя, наверное. Да, конечно, приостановься у нас досрочную победу очень красивым броском, который был оценен на Халол. Накцагдорш из Монголии. Поздравляем его с этой победой, с очень красивой победой, которая была добыта бесспорным броском, очень зрелищным броском, который, суди, без всякого сомнения, ценили как Халол. Ну и Ибрагим, возвращаясь к теме о специфике борьбы в тяжелых весах. Да, в тяжелых весах, значит, в раннем возрасте у них... Мы наблюдаем то, что они еще должны бороться со своим весом, со своим скелетом, то, что они по своему возрасту еще чуть-чуть превышают некоторых, особенно плюс, которые категория. И кто умеет со своим весом правильно обращаться или смог для себя так закачать себя и почувствуют вот данный вид спорта, значит, они себя уже будут ощущать на голову выше или как-то им легче будет управлять движениями. А в некоторых моментах мы знаем, что это... Они не могут совладать, и координация движений чуть-чуть у них путается пока, потому что это же все-таки динамичный и такой чувствительный вид борьбы, вид спорта. Что совладаешь с собой, значит, и своим весом, значит, ты имеешь преимущество. Если еще сырой, как говорится, есть масса, но еще ты не смог это все проявить в движениях, значит, это тебе лишний вес, тебе даже мешает, может быть. Вот такие моменты есть. Да, действительно, будет очень интересно посмотреть на продолжение сваток в этой весовой категории. Вот у нас очередная пара весовой категории выше 75. Из Кыргызстана Балбаев Акжамбль, и против него представитель Республики Татарстан Ахмедшин Ленар. Очень динамичный момент и оценка Ямбош. Очень динамичный момент и оценка Ямбош. С этой очень быстрой и красивой победой. Заработал сначала первым действием оценку Ямбош, а потом уже добыл чистую победу. Ну вот, как раз мы говорили о специфике борьбы. И вот, видимо, у нас представитель Кыргызстана несколько хуже подготовлен. Не чувствует свой скелет, как вот отметил Ибрагим. Ну и да, откровенно сильнее оказался Ленар Ахмедшин из Республики Татарстан. Ну давайте посмотрим, как все это было в замедленном действии. Да, если не ошибаюсь, это грузинский захват. Также, да, бывает в грузинской борьбе тоже хороший захват. Ну, когда возможно здесь захватит, всегда это полезно, захват. Много бросковых моментов из него. Здорово. Это на Ямбош который. Очень уверенный взгляд у Ленара Ахмедшина. Запредельная концентрация. Очень серьезный молодой человек. Перспективный даже, можно сказать, если так же пойдут у него. А будем внимательно наблюдать за его дальнейшими выступлениями. Вот, режиссер телетрансляции предлагает нам еще раз посмотреть на этот красивый бросок. Серьезный молодой человек серьезно подошел к этой схватке и добился досрочной зрелищной победы в самом Дюбите встречи. Ну и нас ждет еще одна схватка в весовой категории свыше 75 килограмм. И представитель, еще один представитель команды Якутии сейчас будет участвовать в этой схватке. Хадид Суях Путра. Индия и против него Худаян Руслан. Первый состав в республике Саха-Якутия. И Халла. Халол у нас. Очередная быстрая победа. Но теперь уже в исполнении представителя команды Якутии. Поздравляем Худаяна Руслана. Вот как у нас все быстро идет. И вот очень динамично у нас продвигается состязание весовой категории свыше 75 килограмм. Что нас радует в том плане, что это зрелище, это, конечно же, это радость. Человек только радуется, наблюдая. Это чистые броски. Да, чистые броски. Совесть не мучает ни судей, ни спортсмена даже, который проиграл. Да, и последняя схватка нашей утренней программы. Также весовая категория свыше 75 килограмм. Борисов Джилустан представляет Дальневосточный федеральный округ. И против него у нас выйдет Шархан Нурлухан из Казахстана. Напомним, что в своей первой схватке Шархан оказался сильнее Абдулмуслилова Абмеднаби из-за второго состава нашей команды. Дальневосточный федеральный округ Казахстан. Вот такое противостояние сейчас будет. Меняется судейская бригада. Дальневосточный федеральный округ Казахстана. Дальневосточный федеральный округ Казахстана. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Присматриваются спортсмены. Мы видим тренерский штаб, тренерскую коллегию Шархана. Внимательно следят и подсказывают. Продолжение следует. Ответная попытка оброскать через нос колен. Присматриваются спортсмены. Продолжение следует. Интересно, кто первый. Кому первому удастся выловить этот нужный момент. И заработать высокую оценку. Тем временем два чала у Шархана. И вот видим стремительно продолжает он укреплять свое преимущество. Ямбош. Много движений. Много движений. Да, очень. Напряжение у нас нарастает. Борисов Джулстан пока что не может найти возможности для того, чтобы сравняться с Шарханом. Напомним, что у представителя Казахстана имеется Ямбош и Чала, что является, в принципе, достаточно серьезным преимуществом. Но время еще есть. Времени еще много. Целая минута. И посмотрим, что за эти 60 секунд Джулстан Борисов сможет показать. Ибрагим, а как оцените арсенал бросковой техники, всяких приемов вообще по общему соревновательному дню? Вот намного более насыщенным яркими бросками, чистыми. Тем более, это за счет, я думаю, что сегодняшнего программы это тяжеловесы. Потому что они либо сильно подготовлены, либо которые еще есть, не понимают специфику, без опыта, вот так, да? Тяжеловесы во многих везде, даже на чемпионатах мира, даже по-взрослому, часто бывает, что чем других рисовых категор больше чистых бросков. Быстро заканчиваются некоторые, как, фильтрирующие схватки, да? А потом остаются, когда уже более уверенные, с опытом, там уже идет борьба за баллы, за оценки, вот, кто когда ведет. Вот, сегодня очень видим хорошую борьбу. Даже в исполнении тяжеловесов они показывают все равно свою отточенную технику, за счет этого падает другой. А так, на двух, как говорят, ногах человек, его не просто вывести такому же оппоненту, что равноценные у них возможности. Две руки, две ноги. Просто кто это почувствовал и это осуществил, вот, получается красивый бросок. Да, действительно, мы наблюдаем, ну, нас очень радуют участники соревнований своими красивыми техническими действиями. Ну, закончилось время в этой схватке. Шархана Нурлухана с самого начала начал стремительно идти вперед, набирать баллы. Заработал Ямбош и оценку Чала, потом еще одно. И видим, что он стремительно быстро набрал это преимущество и удержал до конца очень уверенная победа Шархана Нурлухана из Казахстана. Поздравляем его с этим успехом. Да, и у нас подходит к концу утренняя программа. Но перед тем, как попрощаться, давайте посмотрим повторы победы Шархана Нурлухана. Вот здорово действует Шархан, согласитесь. Очень одна из самых, наверное, таких эфиренных побед. Вышел, разобрал своего оппонента. Он, как говорится, пахал. Да, и на этом у нас завершается утренняя программа. И в скором времени мы начнем просмотр финальной части заключительного дня соревнования по Кураж. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы теперь переходим к финальной части соревнования Кураж. И сейчас мы будем смотреть полуфинальные и финальные схватки весовых категорий до 55 и свыше 75 килограмм. Сейчас мы ждем появления спортсменов следующих. Уналов Ерлан, Казахстан. И против него выйдет в Одессе Арсен, Армения. Представитель Казахстана будет в синем, в Яхтеке. Ну и, соответственно, в зеленом будет у нас выступать Авадесян Арсен из Армении. Прошла у нас очень интересная утренняя программа. Мы стали свидетелями очень напряженной и бескомпромиссной борьбы. Особенно, конечно же, порадовали нас тяжеловесы. В заключении, ближе к концу утренней программы, мы стали свидетелями очень красивых и зрелищных бросков, которые были оценены на оценку Халлоу. У нас все готово для проведения первой полуфинальной схватки весовой категории до 55 килограмм. Ну вот, по истечению этих трех минут этой схватки мы узнаем имя первого финалиста. Центральным арбитром этой встречи является дослуженный тренер Ападзидо и Кураж, судья международной категории Мирзан Курбанов. Итак, прозвучала у нас команда Кураж. И первая полуфинальная схватка весовой категории до 55 килограмм начинается. В синем яхтеке Уналов из Казахстана, в зеленом АВДисян из Армении. Идет борьба за захват попытка броска с колен. И еще одно действие, которое также останется без оценки. Кстати говоря, об оценках напомним еще раз. У нас минимальная оценка – это Чала. Дается такая оценка за падение спортсмена на колени, на ягодицы, либо же за предупреждение присуждается оппоненту. Это оценка. Оценка Ембош дается за проведение удачного броска, после которого ваш оппонент приземлится на бок, либо же на половину спины. Ну и максимальная оценка – Халол. Дается такая оценка в случае проведения чистого броска. И Халол означает прямую победу. Также напомним, что два действия, которые будут оценены как Ямбош, в сумме у нас получается тот же Халол. Да, и скажите, Ибрагим, насколько важна первая часть схватки, когда борцы ищут счастье в борьбе за лучший захват, тактическая часть схватки. Здесь до истечения первой половины схватки, значит, если три минуты борьба, значит, до полтора минуты нужно постараться набрать или оценку, или предупредить соперника о пассивности. В противном случае, значит, здесь имеет место быть джазо. Джазо – это значит, до этого времени никому ничего не присуждено, и ставятся оба спортсмена, значит, участника на захват за пояса. Вот. Этим решается потом половина преодоленного участка, с чем это закончится, до первого броска или замечания. Это на поясе они могут встать, и кому-то это, может быть, неудобно очень. Да, безусловно, конечно, это очень интересная, зрелищная процедура. К сожалению, мы ни разу еще не видели в этом соревновательном дне. И вчера тоже такого не имели удовольствие увидеть. Ну вот, мы видим то, что с двумя оценками Чала у нас ведет Вадисян Арсен, представляющий команду Армении. Чуть больше минуты остается. Внимательно наблюдаем за концовкой этой сфатки. Ну, по-прежнему впереди Арсен. Еще одно Чала. Да, и нельзя, конечно же, Вадисян Арсену останавливаться на этом. Три Чала это все-таки такое преимущество, которое можно отыграть очень легко за пару секунд. Возьми одно ЦМП Ямбош, и ты тут же выходишь вперед. Понимает это Арсен, Вадисян, поэтому увидим. Не выключается ни в коем случае. Он из борьбы. Действует активно. Полминуты меньше 30 секунд у нас остается. И посмотрим, какие попытки предпринимет Ярлан Уналов. Вот он как раз на ваших телеэкранах. Конечно, смотрит на таймер. Слушает подсказки тренерского штаба. Вот видим, работают спортсмены высокой стойки. И по-прежнему активнее смотрится все-таки Авадисян. Одиннадцать секунд остается. Три Чала у представителя Армении. И одна оценка Чала у спортсмена из Казахстана. Да, предупреждение получает Авадисян. Одна Чала у Ярлана Уналова. Два-три. Заканчивается время. Ну и вот с небольшим таким преимуществом в одно Чала победу в этой схватке одержал Арсен Авадисян. Из команды Армении. И таким образом он выходит у нас в финал. Где будет ждать своего оппонента, который будет выявлен. А в следующей нашей схватке это будет второй полуфинал весовой категории до 55 килограмм. Ну что ж, Ибрагим, как оцените эту схватку? Как себя проявили спортсмены? Ну, данная схватка была проведена очень грамотно со стороны парца из Армении. Он продемонстрировал хорошее техническое и даже тактическое. Он себя очень аккуратно вел, очень подготовлено. И, кажется, никаких лишних эмоций и личного повода не дал даже судьям, чтобы ни пассивность не проявил, ни слишком активности тоже не нужно было ему. Очень аккуратно, красиво боролся, как на взрослых. Да, конечно, очень убедительная победа Авадисиана Арсена. Ну, давайте посмотрим, как он добивался этого успеха. Вот удачная подсечка. Тут он, конечно, получает оценку Чала. И сейчас мы видим то, что вот уже вышли у нас участники второй полуфинальной пары этой весовой категории. И это у нас Ефимов Артур, первый состав сборной республики Саха-Якутия. И Абди Кагаумов Амир, второй состав республики Саха-Якутия. Поэтому мы уже сейчас можем сказать, что якутские команды уже по факту... В финале уже. Да.